Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек и это полный выпуск про то, как я переделал самокат на супер большую батарею. Здесь у нас установлена литий-железо-фосфатная батарея напряжением 36 вольт и емкостью 30 ампер часов. Примерно. То есть по факту там 33 указывается, но я думаю, что 30 где-то. Точнее даже, возможно, и больше немножко. В общем, тут расположены ячейки вот такого квадратного типа, 12 штучек у нас, чтобы получить 36 вольт. Также БМСК и все это смотано, конечно же, чтобы работало. В общем, по прикидкам, можно проехать на электросамокате где-то 100 километров, то есть дальность хода, а то и 130, где-то 120, если примерно считать. В напряжении, если в мощности посчитать, то есть какой запас энергии в этом аккумуляторе, это где-то 1080 ватт-часов. То есть, грубо говоря, вот такая емкость запасена вот в таком блоке. И, соответственно, можем мы ездить со скоростью где-то 30 километров в час, ну, может быть, чуть побольше, в горку чуть поменьше. Так, время час 20. А мы тут делаем, подключаем БМС-плату. Короче, все, в принципе, оказалось просто по вот такой схеме стоит подключать БМС-плату. Так, в общем, плата вот так выглядит. П-минус, П-минус. Вот, значит, соответственно, вот так подключаем. Тут вот справа минус, два минуса, получается синий-черный. И вот так вот постепенно добавляем проводочки. Вот, и в конце получается с этой штуки вот этот черный провод просто на минус уходит у нас на подключение батареи. Эта батарея, эта штука симметричная, типа через нее заряжать и разряжать можно. Вот, далее. Плюсовая на плюс сюда. И вот эти штуки поочередно подключены у нас здесь. Вот, потом мультиметром надо вот здесь будет прозвонить, посмотреть, правильно ли я напряжение сделал. По идее, должно быть от нуля по возрастанию. То есть, вот, если все правильно, еще раз будем убеждаться, что это все правильно. Поставил я вот такие вставочки также. Поскольку эти батареи вроде как должны расширяться, я решил оставить там по 2 мм. То есть, сейчас напечатаются нижние и верхние. Потом сделаем корпус вот таким образом и склеим. Вот, и в принципе батарейка будет готова. Если я все сделал правильно. Что, дамы и господа, батарея собрана. Это первая официальная зарядка. Я померил напряжение по сколько-то там вольт. Я уже даже забыл, сколько вольт. В общем, эта зарядка у нас на 42 вольта. БМС-ка здесь все работает, подключено. Специально для литий-железа фосфатного аккумулятора. Так, единственное, что вывелся какой минус, да, то, что батарея все-таки гуляет немножко. И нужно фиксатор резьбы обязательно. И, конечно же, сделать из пластика на 3D-принтере корпус. Я вот так стеклотекстолитом обделал, чтобы батарея не обдолбалась. Вот, поскольку знаете, какие дороги у нас, так что нужно будет что-то сюда, предела типа корпуса. Так что эти все штуки я припаял специально, чтобы ничего не отвалилось. Вот таким вот образом провода от БМС-ки. И также силовые. Силовые взял с запасом. Получается по 2,5 квадрата на провод, а тут получается 5 квадратов медная жила. Это на аккумулятор. Вот такие вот дела у нас получаются. Ладно, посмотрим, подзарядим. Через Wi-Fi-розетку я посмотрю, сколько у нас войдет в этот аккумулятор. Так, ну что, батарея переместилась на самокат. Зарядка была 39,6 вольта, где-то примерно так. Сам самокат показывает полную зарядку вот здесь. Стрейч-пленка волшебная помогает нам. В общем, будем отправляться с этим аккумулятором и посмотрим, насколько нас хватит этого аккумулятора. В общем, будем надеяться, что все это выдержит. Вот. Зарядка, скажем так, была практически полная. Там еще процентов 10-15, и батарея была бы полная. На где-то 1200 ватт часов. Так, ну что, спуск с второго этажа благополучно преодолен. Самокат, к счастью, батарея не развалилась, зная нашу доступную среду. В общем, засекаем мы таймер. И посмотрим, что получится у нас с батареей. Стрейч-пленка у нас спасает пока что. Посмотрим, как будет у нас дальше. Потом кожух на 3D-принтере сделаю, и будет хорошо. Будем ехать, возможно, на эко-режиме или на среднем. В общем, посмотрим, как будет. Так, значит, проехал где-то 9 километров. Батарея держит себя отлично. Показатели по-прежнему полные. Я уехал, ну, на 9 километров. Батарейка даже, кстати, не тепленькая. То есть я специально штуки делал, чтобы она могла расширяться. Она даже не нагрелась. Но я еду на самой минималке пока что, чтобы выяснить пробег. В общем, продолжаю обкатывать самокат с аккумулятором Long Range. Точнее, весь самокат стал Long Range. Потому что я проехал на нем 22 километра. Ни одно деление пока что не убавилось. 22 километра, Карл. На родной батарейке, конечно, мы бы уже вот так вот высадили в половину. Это родной батарейки, которой хватало где-то на 40-43 километра. Соответственно, батарейка 1200 ватт. Немножко, кстати, тепленькая, еле-еле. Показывает, покажется, себя очень хорошо. Очень-очень хорошо. Ладно, движемся дальше в парк Коломенское. Так, ну что мы дома. Проехал я 33,2 километра. На батарее у нас минус одно деление. Так что батарея супер. В конце уже даже ехал не на минимальной скорости, а на средней. То есть где-то 30-35. То есть это где-то пару километров. И батарея в итоге все равно потеряла только одно деление. Так что очень годно. Ну и крепление с третч-пленкой тоже, конечно, помогло. Давайте перейдем за стол и посмотрим, как ЧАДЖПТ нам посчитал, сколько мы можем проехать на батарее. Используя исходные данные при тестировании. А самокат, друзья, у нас получился действительно очень, как сказать, с дальним пробегом. То есть если вы покупаете какие-то электросамокаты на рынках, в магазинах, еще где-то, то у вас максимум будет, ну, 40-50 километров запас хода. Это прям максималочка. Здесь же получается минимум соточка. Давайте посмотрим, как я определил, какой километраж мы можем проехать. То есть помимо того, что я примерно посчитал. Смотрите, да, я пишу ЧАДЖПТ. Привет, нужно посчитать, сколько всего я могу проехать на электросамокате километров. И задаю ему параметры, какие у нас изначально есть, чтобы он мог посчитать за меня. Напряжение полного аккумулятора 42 вольта, а разряженного 30. Но лучше не доводить до 30, потому что это будет повышенный, как сказать, разрушение повышенной батареи будет происходить. При этом я проехал с 42 вольт до 39 вольт 34 километра. То есть я ему задал, да, с какого по какое я проехал сколько километров. Именно реально засек. То есть на полной скорости практически педаль газа не отпускал. И так далее. На что ЧАДЖПТ у нас отвечает. Я предоставил информацию, что проехал 34 километра, используя напряжение от 42 до 39 вольт. Учитывая даже, что я ошибку тут небольшую допустил, да, он понял, как бы шла опечатка. Понятно. Вот, определим, сколько километров ты проехал на разнице напряжения. Разница напряжения составила 3 вольта, я проехал 34 километра. Еще учитывайте, друзья, что это немножко может быть ошибочно, то, что литий-железо-фосфатный аккумулятор, он может до конца показывать напряжение, да, то есть, как сказать, стабильное напряжение держать. То есть другой литий-ионный аккумулятор, он может постепенно разряжаться, быстро, да. А здесь он будет как бы держать-держать, и потом в последний момент может резко разрядиться. То есть по факту вы можете меньше проехать. Вот, то есть это тоже стоит учитывать, потому что ЧАДЖПТ это тоже не может учесть. Это если ему только это сказать. Вот, и значит, смотрите, у нас остается в запасе где-то неизрасходованный 12 вольт батареи, а это примерно 136 километров. Ну, то есть километров 80-100 вы сможете спокойно проехать на такой батарее. А если у вас город более такой плавный, да, нету каких-то подъемов двухкилометровых, потому что самая проблема для электросамоката и транспорта, то что в горку вы тратите очень много энергии. То есть если у вас слабая батарея, она у вас будет разряжаться намного быстрее. Ну, то есть пример таков, что если вы ездите вот так по набережной, да, максимально прямой, то у вас вот это значение даже больше будет. То есть вы там 150 сможете проехать километров. Ну, например, да. То есть по факту у нас цифры вот такие. А вы, друзья, пишите, насколько ваш самокат, если он у вас есть, может проезжать километров, потому что я вот решил купить такую батарею тысяч за 20, собрать ее и сделать, чтобы самокат у меня проезжал ну очень много. То есть всю Москву можно проехать туда и обратно. И при этом еще заряд останется. Все, подписывайтесь на канал, друзья, для дальнейших экспериментов. Ссылку на аккумулятор я оставлю, если хотите, можете посмотреть. Все, пока.